Уголовное дело об угрозе убийством расследуют органы полицейского дознания. 35-летний житель Кохмы угрожал женщинам, своим родственницам, топором. Мужчина проживает вместе со своей бабушкой-инвалидом. В день происшествия, около 13 часов дня, к ним в квартиру пришла тетя фигуранта с подругой. Она хотела проверить состояние своей матери. Когда женщины вошли в квартиру, к ним навстречу из комнаты вышел фигурант, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина начал просить тетю дать ему денег на сигареты. Зашедшая навестить больную сестру женщина возмутилась состоянием своего племянника. Время было раннее, а он уже находился в состоянии сильного, как показалось женщине, алкогольного опьянения. Родственница отказала и начала возмущаться тому, что ее племянник уже сильно пьян в такое раннее время. В ходе перепалки подозреваемый пошел в свою комнату, взял топор и вернулся к женщинам, после чего начал угрожать тете убийством. Испугавшись за свою жизнь и здоровье, потерпевшая швырнула наличный на пол, после чего они с приятельницей отправились в отдел полиции номер 5 города Кохма, где женщина написала заявление на дебошира. Ставшие жертвой угроз женщины рассказали полицейским о том, что выпивающий родственник нарушил данное им же обещание. А обещал он пить исключительно за пределами своего дома, в котором проживает больная мать. Однако слова своего не сдержал и снова привел к себе собутыльника. Это у нас как бы уговор. Если он когда начинает выходить на улицу, то есть когда он начинает пить, уже как бы по-черному, начинает друзей, алкашей водить, и мы его запираем, ключ забираем. Он выхаживается, все выходило, все нормально, ключ он получает опять. В связи с таким положением дел женщина денег на курева дать категорически отказалась. Отказ привел совсем уже нетрезвого мужчину в состоянии ярости и неконтролируемой агрессии. И он схватился за топор, пригрозив женщинам убийством. Ничего себе. А топор тут у вас где был? Топор-то это его. Его, да. Ну он же ходит железки собирать, у него всякие вот эти инструменты. Ну вот и все. Прибывшим на место происшествия полицейским нарушитель порядка был знаком. Ранее он уже совершал аналогичные преступления. Кроме того, он ведет асоциальный образ жизни и состоит на учете у нарколога, как лицо, зависимое от употребления спиртного. Мужчина был задержан и доставлен в отдел для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело по статье 119 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении фигуранта назначено проведение судебно-психиатрической экспертизы для оценки его состояния в момент совершения преступления. Ставшие жертвой нападения женщины хорошо знают характер своего обидчика. В разговоре с полицейскими характеризует его как в целом приличного человека, который кардинально преображается под действием спиртного. Сейчас вот его вызвали в МВД, вот где именно девчина была. Он золото, он за бабушку ухаживает, он убирается, он делает все, буквально все. Только он выпивает, у него там что-то переклинивает. Когда немножко выпьет, он все понимает, но только у него побольше выпьет, у него переклинивает, он может и нахамить, может и грубить. Ведь он раньше там яд, сам мок ударить, и мать свою мок ударить.